Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение от Матфея говорит, доносит до нас слова Спасителя нашего Господа Иисуса Христа о конце мира, о последнем дне и часе, про которое он говорит, что когда это будет, никто не знает. Даже говорит, не ангелы, а евангелист Марк приводит даже такое уточнение, что даже Сын, то есть вот в своем земном присутствии и в земном естестве Иисус тоже не может сказать ученикам ничего об этом конкретно, в какой именно день, в какой год, в какой час, в каком веке это произойдет, говорит, что только Отец мой один знает об этом. И вот люди на протяжении всей истории уже две тысячи с лишним лет ломают головы и строят всякие предположения, всякие версии, придумывают порой искусственно, высчитывают вот этот последний день, час, год. Но, опять же, это все равно впустую, потому что никто не знает. А то, что дальше говорит Господь, приводя в пример образ праведного правоцца Ноя, который по Божьему повелению должен был построить такой необыкновенный корабль, традиционно называемый словом ковчег, Ноев ковчег огромного размера, с множеством отделений, куда он должен был войти и со своим семейством, и по каждому виду живых существ парами туда также должны были войти перед страшным и всемирным потопом. Библия говорит, что сто лет, ну, по крайней мере, около ста лет этот корабль, этот ковчег строился. Удивительно, да? То есть, вот сам этот длительный процесс говорит о том, что не все так быстро и все так просто, когда происходят какие-то глобальные и страшные события на Земле. Подготовка к ним идет очень долго. А как бы строительство, почему так долго этого ковчега? Не только потому, что это действительно было сложное, слишком дело и требующее множество времени и затрат, а вот это само необычное строительство должно было стать призывом людям тогда жившим к покаянию, вразумлению. Ведь каждый, кто проходил мимо, каждый, кто знал и слышал, наверняка задавался вопрос, «Ма зачем? А что ты делаешь? А для чего ты это делаешь, Ной? А для чего это он задумал такое странное строительство такого сооружения? Какой в этом смысл?» И наверняка должен был прозвучать ответ от Ноя, и через него другие люди это, наверное, передавали дальше, что Бог задумал очистить Землю от грешников, навести на нее вот такой страшный очистительный потоп. И это должно было людей как-то остановить, протрезвить, призвать их к вразумлению, к обращению, покаянию. Но, как это часто и бывает в жизни, да, все говорится, люди все знают, все слышат порой, все видят, но все равно все делают по-своему. Даже понимая где-то, что они погибают, что они погибнут, что будет зло, но все равно привычка, лень, нерадение или самоуспокоение, или еще что-то такое лукавое, оно закрывает вот этот голос Божий, звучащий через кого-то или через обстоятельства происходящие и призывающий людей измениться к лучшему, обратить свой взор к Богу. Так вот и две тысячи лет христианская проповедь звучит на Земле. Кто-то на нее отзывается, кто-то реагирует, меняет свою жизнь, старается стать лучше, старается стать христианином, учеником Господа, а кого-то ничего не берет и наоборот озлобляет или человек себе внушает, что это все вранье, это все неправда, вот как живут верующие, как недостойные служители этой веры себя ведут, поэтому все это значит неправда. Но это проще всего так вот закрыть эту тему, тем не менее процессы все равно происходят, и тем не менее Слово Божие все равно правдиво и истинно, независимо от того, как себя ведут сами верующие, как себя ведут те или иные плохие или не очень плохие служители христовой веры, все равно Слово Божие истинно и непреложно. И в нем есть еще сегодня одно важное такое обстоятельство, важная деталь, которую Господь хочет донести до людей. Он говорит такие слова, что как во дни перед потопом ели, пили, ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как не вошел и ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть вот эта будничность, вот эта привычность того, что происходит, людям кажется, ну да, ну что-то, да, наверное, когда-то будет, ну когда-то, потом, не с нами, или, ну да, вот Библия говорит, Евангелие говорит, какие-то, да, грехи, какие-то заповеди, ну это как бы, ну не к нам, или, ну да, ну святые это все исполняли, исполняют, и пусть дальше исполняют, а мы будем жить так, как нам живется, как попроще, как поудобнее, все равно это не скоро, все равно это когда-то там потом. И вот это такое самоуспокоение, вот эта привычка, вот это еще такой стереотип, что, ну а почему, там, нельзя что-то взять, там, нельзя что-то обмануть, провернуть какую-то махинацию, там, какие-то деньги на работе, или там, из бюджета куда-то там увезти, или там, изменить мужу, изменить жене, или кого-то обмануть из друзей, или ввязаться в какую-то ложную, в какую-то нечестную историю и так далее. Ну, вроде все так поступают, и ничего, они успешны, ну а почему бы и мне нельзя? Вот это ложное самоуспокоение, вот это ослепление себя, заглушение голоса своей совести, вот это как раз, и чем это более активно людьми делается, чем они становятся более равнодушными, более ничего не воспринимающими, это тоже один из признаков, как раз, приближения этого конца, потому что, когда люди стараются жить достойно, любить других так, как же ты и любишь самого себя, быть честным к другим людям, как ты хочешь, чтобы были честными и с тобой, вот это повышает ответственность, повышает уровень и любви, и праведности, и добродетели в жизни нашей, в жизни мира, и тогда конец, он как бы, да, действительно оттягивается, он идет куда-то подальше от нас. А когда люди вот так совсем уже теряют и совесть, и разум, и голову, то, да, все уже разрушается, колеблются самые основы жизни людей. Мы видим, что происходит кругом, мы видим множество катаклизмов и природных, и всяких стихийных бедствий. С одной стороны, они были всегда, всегда что-то, и вулканы извергались, и землетрясения были, и наводнения. Но когда вот это все вместе, и когда это на фоне вот какого-то крайнего ожесточения людей, крайной ненависти, торжества лжи, обмана, когда люди делают что угодно, пытаясь вот этой своей ложью, своим лукавством все оправдать, все загородить, заглушить голос правды, голос совести, голос Божий, вот это все в совокупности, конечно, заставляет задуматься, что времена, конечно, ну если не совсем последние, то далеко не лучшие. И поэтому каждый, кто все-таки считает себя христианином, должен, по крайней мере, в себе, в своей жизни постараться навести порядок, стараться жить честно, стараться меняться в лучшую сторону, не делать другим того, чего ты не хочешь себе, не жить так, как будто ты никогда не умрешь, как будто никогда не будет Божьего ответа, то есть ответа тебе перед Богом держать. Вот так, конечно, христианин не должен жить и вести себя, а должен стараться помнить то, о чем говорит наш Божественный Учитель и наш Спаситель, и быть Его учениками, а не учениками мира сего, когда действительно до самого последнего момента люди будут есть, пить, веселиться, строить что-то, воровать, убивать, обманывать и думать, что это их не коснется. Но придет этот день и час конца и общего, и твоего личного, и все равно ты дашь ответ Богу за все, что ты делал в этой земной жизни. Аминь.